Вот чуть послушал, мне вот интересно, я хотел вас услышать про Ленина, да, вот про него тоже гадости говорите почему-то, я могу понять, там, ладно, про Путина, там, еще про кого-то, этих не ладно, не жалко, а вот чё Ленин-то, чё он плохой? Он же вещи-то вроде нормальные делал. Ленин, Ленин замочил, замочил в сортире царя. Да, и это плохо, наверное, да, бедный царь, несчастный. Нет, так если хотите замочить, то есть как вас зовут, чтобы я это, не ОМОНом вас называла? А меня Илья. Илья, если вы хотите убить, сделайте это публично, чтобы у человека была возможность попрощаться с семьей, причаститься со священником, это был царь. А может он не заслужил? Нет, он все заслужил, вот посмотрите на французскую революцию, там, бихелит царя и царит, ну, queen and king. Их бихелит, то есть все было то же самое, но никто детей не убивал. Причастились тут и тут, публичная казнь. Вот это, вот это, вот это, когда, если скрывать нечего, то ты делаешь это публично. А это было сделано так, что никакого убийства не было. Люди даже не знали, что убили царя. Вот это, знаете, когда в сортире кого-то мочат, это не публично, это, можно так взять каждого человека, публично, в сортире замочить. Вы же хотите, чтобы это было через суд, правильно? Вот, например, если вас будут судить, и вы кого-то убьете, вы же не хотите, чтобы вас в подвале убивали, а потом в шахту скидывали. У вас должна мама похоронить, понимаете? Ну, элементарные вещи. Если вы говорите, что у России великий путь, значит, вас мама должна похоронить. Вы просто такой ущербный, вы такой ущербный, Терочка, привет, вы такой ущербный вопрос задали, и вы сказали, ничего страшного, что убили 13-летнего мальчика, заслужил, чем он заслужил? Вы же наверняка старше этого мальчика. У вас, получается, если у вас папа воюет на СВО, вас можно вместе с папой замочить? Илья. Тера, ну, ты слышала, да, про этого? Приветик. Да-да-да, я чува. Не так подобаете все диктаторы, все вбывки, которые керували их, ну, там... Выводите людей на красную площадь и мочите их публично, чтобы всё было видно, чтобы зафиксировано, во сколько в времени наступила смерть. Вот его тело, вот его могила, вот его мать, всё. И через сто лет будет видно, что вы красавчики, вы приговорили, вы сделали своё дело, и вот его могила. Вы же могилу царя не имеете. У него брат, брат царя, который Михаил, который, вот, помните, после отречения Николая был Михаил, вообще тела нет. Когда тот человек, который принял на себя корону, Михаил Романов, где его тело? Вы даже не можете этого тела найти в лесу, это пиздец. Вы взяли его в лес, и непонятно, что с ним сделали. Съели? Олег. День добрый. Ой, извиняюсь, уже ночь. Да. Раз, раз, рама, рама. Сегодня смакуем раму. Миночуть? Да, чудо, чудо. Всё. Я слышу ваши разговоры, милый. Я сам, меня звать Олег, я сам с Николаева. Николаев, летаю вас. Ну, и так, слушаю ваши разговоры. Да. Денис. Из какого вы города? Родился в Саратовской области. Город? Возможно, знаете, где это. Ну, город, скажите, или село, деревня. Балаково есть такой город. Балаково. Ну, Саратовская область. Ну, жил 7 лет в Москве, потом пожал в Турцию, потом в Грузии сейчас жил. А как можно по годам? Вы родились в Саратовской области, Балаково. А через сколько лет вы выехали в Москву? Я, в общем, в Москву уехал, когда мне было 25 лет. Ну, то есть я родился в 91-м при развале Советского Союза. А в Турцию, во сколько лет вы уехали? В Турцию? В Турцию? Я уехал, когда началась война. Турмобилизация. Сколько вам было лет? Так, два года назад. Ну, мне было 31. Ага, 31. И сейчас вы, почему не в Турции, а в Грузии? Просто по визе проблемы? Потому что там свои, как бы, условия. Там ВНЖ по аренде, либо покупки жилья. Ну, то есть вы россиянин, но... ВНЖ по аренде, там, в общем, есть свои условия. Ну, в общем, по аренде, там уже, как бы, сложно... У вас российское гражданство, но вы не можете там жить. Вы это хотите сказать? Ну, в принципе, как бы, да. Собираетесь вернуться на Россию когда-нибудь? Или получите гражданство в другой стране и уже не вернётесь? Я планировал ещё до начала войны поехать в Европу, но пока не складывается. По политическим... Нужно бы подучить немецкий язык. По политическим причинам? Какой у вас смысл? По политическим причинам, но по политическим причинам это, конечно, сложно доказуемо, потому что бумаг, то есть у меня никаких нет. Что вам не нравится? Ну, свою деятельность я начинал с 2018 года, то есть это сначала начиналось там, то есть по... касаемо нарушения Трудового кодекса, допустим, работодатель нарушает мои какие-то там договорённости, да, и то есть, в общем, с этого всё началось, начиналось. Потом, конечно, я уже начал бороться с этой системой российской. Вы зовут Денис ещё раз? Я забыла. Да, Денис. Денис, но у вас какие-то мелочи, которые, в принципе, в любой стране могут быть, ну, грубо говоря? Не, мелочи есть, мелочи, конечно, есть. А по-крупному что? Мною интересовались ФСБ, то есть я уже улетел в Турцию, мною заинтересовалась. А как это выглядит? Федеральная служба безопасности России, Следственный комитет, но меня уже там не было в России. Откуда вы узнали? Откуда вы узнали, что вас с вами интересуется? Откуда? К моей маме приходили в гости. Во сколько? Со Следственного комитета и с Федеральной службы безопасности. Это было утром или ночью? Да, с правительства России, с Государственной думы или ещё откуда-то отправили письмо в Москву, ну, по Москве, Федеральную службу безопасности ФСБ. Потом из ФСБ Москвы отправили бумагу в мой родной город. Знают, где я живу, откуда я, ну, видимо, понятно, увидели какие-то мои записи или так далее, и всё, и выяснили. Отправили в Саратовскую область, город Балакова, и всё. Приходили утром или ночью? Когда они приходили к маме? Я не знаю, когда они приходили. Это вопрос не... Я как бы спрашивал у мамы, что вообще, как бы, бумаги какие-то давали. Вообще я спрашивал у мамы, как это вообще дело было. Ты как, мама пришла, то есть тебе позвонили или тебе бумагу какую-то дали? Мама сказала то, что мне просто позвонили по телефону. Я у мамы спросил. И ты что, просто по звонку телефона пришла ФСБ? Ну, надо было... Логично же было, потребовалось какую-то бумагу. По какому вообще случаю меня ФСБ, там, зовут? Хорошо, Денис, не вводите меня в это болото, что мама получила, не получила. У вас что конкретно не устраивает на России? Президент, Конституция, положение мозгов человека? Вас интересуют мозги? Президенты, Конституция и деградация общества. А вам эту деградацию общества было видно изнутри России? Или когда вы выиграли? Изнутри. Это еще было видно, когда я там находился, и это было видно до начала войны. Ну, потому что пропаганда, направленная против войны с Украиной, она давно была. То есть я еще до начала войны, там, в 2021 году, в 2020 году, я заходил в кафе, там, бизнес-ланч, покушать, там, в обед, ну, просто перекусить. Вот, я сам инженер-строитель. Вот. И, в общем, там каждый день крутили новости. Украина, там, хохлы и так далее. Ну, то есть, дальше не вижу смысла перечислять. Ну, в общем, российская пропаганда. Вы не поддерживаете СВО, да? Я не поддерживаю СВО, я не поддерживаю эту войну. Потому что это такие же люди. Это такие же люди, как в любой другой стране, там, в Европе, в США, там, и неважно. Люди, они везде люди. Ну, просто, у меня первый вопрос. А Крым чей? Когда началась война? Денис, а Крым чей в 2014 году? Можно я это говорю? Можно я это говорю? Скажите мне, в 2014 году началась война уже с Крымом. Крым чей? Крым, он украинский. Поняла. Хорошо. Ну, смотрите, когда началась война, у меня первый вопрос возник. Что мне плохого сделали украинцы? Для меня лично. Ничего. Хороший вопрос, хороший. Да, вот лично мне кто-то что-то, не кто-то там плюнул или сказал что-то плохое. Нет, мне никто ничего плохого не говорил. И плюс, я вдобавок ко всему, то есть, до того, как я уехал из России, я работал в компании, где половина инженерного состава были украинцы. И то есть, я видел... Субтитры сделал DimaTorzok